Дорогие братья и сестры, я еще раз приветствую всех. Вместе с вами продолжаем изучение послания Кефесиным. Если у вас Библия с собой, пожалуйста, откройте пятую главу. Мы сегодня прочитаем отрывок из этой пятой главы. Послание Кефесиным, пятая глава. Мы будем читать с третьего стиха и прочитаем до четырнадцатого стиха. Это будет отрывок, который мы попробуем изучить вместе. Итак, третий стих. Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на основ противления. И так не будьте сообщниками их. Вы были никогда тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ну, я думаю, если вы ходите на разборы по пятницам, следите. Уже довольно долго мы рассуждаем над учением Писания о сотворении нового человека. То есть, вот вторая часть послания к Ефесину как раз-таки говорит о том, как Бог сотворил нового человека, сотворяет нового человека. То есть, вот такая вот особенная деятельность Бога в испорченном грехом человеке. И вот так вот интересно Павел рассуждает, открывает эту работу Бога следующими словами. «Бог оживотворил вас». То есть, были мертвые – это материал, с которым начинает работать Бог. Мертвые – Он оживотворил вас. Дальше мы встречаем слова «обновление», «праведность», «святость». То есть, это то, что Писание говорит нам о новом человеке, которого теперь творит Господь в нас. Вот такая вот благодатная деятельность Бога. Ну, мы с вами делаем такой вывод по восстановлению в нас утраченного образа и подобия Бога. То есть, Бог над этим трудится, трудится в нашей с вами жизни. И вот вторая часть послания Кефесина, мы, наверное, каждый раз это отмечаем, она особенно интересна тем, что это уже, ну, жизнь, практическая жизнь. То есть, если первая часть, она отвечает на вопрос «как мы верим?», то вторая часть послания – это «как мы с вами живем?». И вот требования к возрожденному человеку, они следуют определенной логике. То есть, это тоже очень важно правильно понимать, ну, чтобы не навредить себе и не навредить другому человеку. То есть, сначала Священное Писание говорит о том, что Бог сделал для нас. Это первая часть Евангелия, первая часть послания. И только потом послание Кефесина, апостол Павел, говорит о том, что Бог ожидает от нас. А между прочим, братья-сёстры, для христиан всех времен и всех поколений всегда было очень важно точно знать, что Бог сделал для нас. Этому всегда уделялось очень и очень много времени, очень много усилий уделялось именно тому, чтобы понять точно, узнать точно, что Бог сделал для нас. То есть, всегда, во все времена, вот в истории христианства, этому уделялось первостепенное значение. И только потом, когда точно знаешь о том, что Бог сделал для нас, только потом мы можем правильно понять практическую жизнь верующего человека. То есть, вот эту вот логику нельзя нарушать. Эта логика, она очень полезна, очень здорова для вообще жизни каждого христианина. В первую очередь, это то, что Бог сделал для нас. И только потом мы с вами учимся жить в свете того, что Бог сделал для нас с вами. Но вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, он довольно большой. Если найти какую-то ключевую фразу или выражение, которое бы соединяло все, то можно сказать в общем, все рассуждения Павла можно подвести под один заголовок и сказать «Дети света», «Дети света». То есть, вот об этом мы с вами прочитали. Это, наверное, основное и главное. Есть особенность в том, как Писание открывает нам это. Ну вот давайте попробуем ответить на вопрос. Вот читает вот эти слова Павла «Кто такие дети света?» Вот как можно ответить на этот вопрос, читая слова апостола Павла? Кто такие дети света? Ну, если читать здесь, мы делаем очень простой вывод. Дети света, о которых в этой главе говорит апостол Павел, это бывшие язычники. Бывшие язычники теперь дети света. То есть, из духовно мертвых язычников Бог создает детей света. И даже больше, священное Писание, вот опять послание к Ефесинам говорит о том, что Бог объединяет их, объединяет их в новое общество. То есть, бывшие язычники, которые теперь стали детьми света, и Бог объединяет их в новое общество. Новые люди и новое общество. То есть, вот такие мы с вами становимся благодаря надежде человечества. Это наш Господь Иисус Христос. И, конечно, вот когда мы говорим о свете, очень важно помнить, учитывать в первую очередь, что все-таки сначала мы, не мы свет, а сначала Иисус Христос – это свет, а потом мы свет. То есть, благодаря тому, кто является светом мира, мы с вами становимся детьми света. И вот опять, как уже было отмечено, в вопросе нравственности, в вопросе того, что правильно, что неправильно, как поступать, как не поступать, возрожденному человеку Писание подходит особенным. Интересно, что вот обучение нравственности или этика, вот как поступать в практической жизни, как вести себя, оно не начинается с требований к человеку. Обучение нравственности не начинается с требований к человеку, а не начинается с высоких стандартов нравственности. Потому что сегодня есть очень много людей, которые согласятся с нами в том, что они могут быть лучше. Многие люди понимают, что они могут быть лучше. То есть дело не в высоких стандартах, о которых нужно сообщить человеку. А дело, скорее всего, проблема, она скрыта все-таки в самом человеке. То есть дело не в том, чтобы рассказать о высоких стандартах нравственности, о том, каким должен ты быть. Многие люди это хорошо понимают, мучаются от того, что не могут достигнуть этих стандартов. То есть проблема не в стандартах, о которых нужно знать человеку, а проблема в самом человеке. И вот интересно, что в Священном Писании, когда говорит о нравственности по отношению к верующему человеку, как поступать, как жить, очень особенный подход. И вот опять изучая этот отрывок, это послание, можно заметить, что вот этот подход в том, как поступать, как жить, он включает в себя три вещи. То есть вот как научиться, ну как мы, не то что научиться, а как мы с вами учимся жить правильно. Подход к тому, чтобы учиться нравственности, этике. Посмотрите, включает в себя три вещи. То есть Павел очень много говорит о том, кто мы есть. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. То есть Павел очень, ну, как-то хочет, чтобы это было как фундамент для нас с вами. Помните, знайте, кто вы есть. Вы свет в Господе. Следующее. Очень много Павел говорит о том, как мы думаем. То есть он учит нас думать. И затем только Павел говорит, как мы действуем. То есть прежде чем действовать, очень важно знать, кто я. Очень важно правильно верить. И потом будут правильные поступки. То есть каждый шаг для нас необходим. То есть для каждого из нас очень важен опыт. Ну, кто я теперь? Что со мной произошло? Как было мое обращение к Богу? Что поменялось? Как поменялась моя жизнь? То есть очень важен опыт. Кто я? Очень важна вера. Во что я верю? Что я знаю о Христе? Что я знаю о грехе? Что я знаю о церкви? О спасении и так далее. Это очень важно. И затем очень важна этика. Этика – это как мы себя с вами ведем. Ну, вот можно опять проследить такую вот логику. То, кем мы являемся теперь, определяет то, как мы думаем. И в свою очередь, то, как мы с вами думаем, определяет, как мы поступаем. Ну, попробуйте запомнить, просто подумайте об этом. Ну, то, кем мы являемся. Допустим, Павел говорит, вы были тьма, а теперь свет. Оно ведь теперь определяет или дает основания вот правильно думать, правильно верить. И вот наша вера, наши знания, они теперь определяют то, как мы поступаем. И Павел говорит, поступайте, как чадо света. То есть, это очень интересно связано. Ну, вот опять, что мы говорим об этике, христианская этика или практическая жизнь христианина. Опять Павел интересно рассуждает. Может быть, ну, как таких больших деталей нет, поступков. Ну, в общем, очень интересно и, наверное, опять очень-очень важно. Вот для Павла христианин – это человек, который откладывает старую жизнь и одевает новую. То есть, вот такой интересный образ он даже, ну, взял, написал. Отложить прежний образ жизни и облечься в нового человека. То есть, это образ человека, который снял одну одежду и одел другую одежду. То есть, вот так мы с вами должны думать о себе. Это очень важно себе напоминать. Ну, кто ты? Почему ты сейчас дети света? Почему вы дети света, сыны света? То есть, у меня было время, была прошлая жизнь, теперь у меня есть новая жизнь. Что случилось? Старую жизнь мы отложили, и теперь мы приняли, одели новую жизнь. И, ну, наверное, вот когда ежедневно обновляешь свой разум в этом, мы учимся, как вот немножко раньше апостол Павел говорил, учимся в Иисусе, истина в Иисусе, и мы учимся думать о себе. Мы учимся думать о себе по-христиански, думать о нашем новом положении перед Богом, о нашем новом положении в этом мире. И мы так развиваемся, развивается так христианская наша с вами этика. Хорошо? Опять очень интересно, братья и сестры, ну, как-то вот, ну, я думаю, это очень сильно вдохновляет. Призыв к практической христианской жизни не начинается с высоких стандартов. Павел, или Священное Писание говорит, что в нас уже с вами что-то вложено. То есть основание есть. В нас с вами уже вложена святость. То есть нам очень важно, наша задача учиться, активно работать над тем, что уже вложено. То есть поэтому Священное Писание призывает нас к праведной жизни. Вы знаете, вот, ну, вот, между прочим, Мартин Лютер, у него были, так вот, очень часто отмечают такие вот переживания, когда он читал Священное Писание. И даже вот такой момент, который, ну, как-то многие историки отмечают, говорят, что он сказал к Богу, что я ненавижу тебя, Бог. Вы знаете, почему? Потому что, когда он читал Библию, вот эти высокие стандарты, стандарты праведности его очень сильно пугали. Его очень сильно пугали. И вот, знаете, когда он думал, читал Священное Писание, он говорил, Господи, почему ты требуешь от человека того, что он не может сделать? Это было, ну, мучение до тех пор, пока наконец-то он не понял, что праведность – это не стандарты, которые тебя требует Бог, что праведность – это дар, который Бог дает. То есть, братья и сестры, с чего начинается призыв к практической жизни? С чего начинается этика христианская? Христианская этика начинается с того, что в нас уже что-то вложено. То есть мы не пустые идем в этот мир. То есть вложена уже святость, и нам очень важно учиться, активно работать над тем, что уже вложено в нас с вами. Ну, и очень важно понимать, что все-таки вот эта вот новая христианская жизнь, она не является автоматической. То есть автоматически ничего не происходит. Это опять, ну, ожидает Священное Писание от нас – работать, думать, активно думать об этом. Ну, давайте еще раз прочитаем стихи, вот, третий и четвертый, пятый стих, давайте прочитаем. Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарений. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Ну, вот, как вы думаете, вы, когда пробуете какую-то пищу, вы хорошо замечаете, ну, ингредиенты вот какого-то блюда. Ну, наверное, есть такие люди, которые, ну, заметят очень-очень маленький привкус какой-то приправы. То есть попробуют какое-то блюдо и скажут, ох ты, у вас здесь что-то есть. И, может быть, тот человек, который приготовил это блюдо, скажет, да, очень-очень мало, небольшой привкус, небольшой оттенок, почти незаметный привкус. Посмотрите, как интересно рассуждает апостол Павел. То есть, есть такие пороки, вот, в жизни, вообще в жизни для христианина. Другими словами, Павел говорит, что ни одного намека на зло, даже маленького привкуса, даже почти незаметного действия, Павел говорит, ничего не должно быть. Не должны даже именоваться вас. То есть, вот эти вот три стиха об этом говорит нам апостол Павел. Ну, конечно, если сравнить четвертую и пятую главы, обе главы говорят о христианской этике, о поступках. Вы знаете, пятая глава по сравнению с четвертой главой стандарты намного выше. Намного выше стандарты пятой главы. То есть, мы с вами растем, скорее всего, вот, читая это послание. Здесь Павел не просто говорит о том, что происходит постепенно. Хотя мы говорим, что христианская жизнь, это не происходит автоматически, но все-таки есть то, что не происходит постепенно, о том, чего даже не должно быть. О том, чего даже не должно быть. Посмотрите, как интересно рассуждает. Если в вас есть, в нас есть любостяжание, Павел говорит, вы не просто неверующие люди, вы идолопоклонники. Понимаете, насколько это важно? Если в вас есть любостяжание, Павел говорит, вы не просто неверующий человек, вы идолопоклонник. А это страшная противоположность. Хорошо. Итак, шесть недопустимых пороков, шесть недопустимых пороков, которые говорит нам апостол Павел. Первое – блуд. Ну, братья и сестры, это распутство, а именно внебрачное сожитие. Интересно, что вот в списке недопустимых пороков этот грех находится на самом первом месте. И мы вот особенно в наше время прекрасно понимаем, что это очень страшный грех, это страшный вред для человека, для семьи. И для общества. То есть именно поэтому апостол Павел говорит, что то, что даже не должно именоваться у вас – блуд. Следующее – это нечистота. Ну, нечистота, оно включает в себя вышеупомянутый порок – это блуд. Ну, и то, что связано с пороком блуда. То есть нечистота – это те качества, которые связаны с пороком блуда. То, что оскверняет человека. Ну, вот, допустим, ефесяне жили в культуре, которая полностью одобряла, проституцию и гомосексуализм. То есть ефесяне жили в такой культуре, которая полностью одобряла проституцию и гомосексуализм. Можете себе представить, что некоторые языческие храмы, очень большие, известные языческие храмы, они существовали за счет борделей или существовали за счет домов терпимости, за счет публичных домов, которые были, находились при вот этих вот храмах. То есть для того времени ничего не было в этом странного. Ничего в этом не было странного. То есть вот христианская этика, она в то время звучала очень высоко. Блуд, нечистота даже не должны именоваться у вас. Ну, в других местах гомосексуализм был стандартом жизни. Ну, получается, то, что может быть принято в обществе, у христиан не может даже именоваться. То есть это тоже мы с вами должны понимать, что иногда вот жизнь христианин очень противоречит тому, что ценится в обществе. Ну, следующее, любостяжание. Любостяжание – это старое русское слово, просто это жадность. Жадность или страсть к обогащению. Страсть к обогащению. Очень сильное желание человека иметь больше. Это любостяжание. Сильное желание человека иметь больше. Ну, вы никогда не думали о том, почему люди любят деньги? Почему люди любят деньги? Ну, кто-то любит деньги просто из-за денег, только потому, что это деньги. Кто-то любит, другие любят деньги за то, что могут сделать деньги. Третьи люди любят деньги за вещи, которые можно купить. Ну, вот Священное Писание говорит нам об опасности. То, что осуждает апостол Павел – это желание иметь больше, желание иметь больше. Об этом грехе Писание говорит часто. Можно вспомнить 10 заповедей. И вторая заповедь – да не будет у тебя других богов. То есть она красотки говорит о том, чтобы у человека не было любостяжания. Христос говорил о том, что человек не может служить Богу и деньгам. Но апостол Павел в послании к Колосиным говорит, что это такой грех, который нужно умертвить, чтобы любостяжание тоже было умертвлено. И в послании к Тимофея апостол Павел говорит, что желающие обогащаться впадают в сеть. То есть, если человек желает иметь больше и больше и больше, Павел этот грех называет идолопоклонством. Это идолопоклонство. Вот очень интересно, братья и сестры, почему как-то кажется, что блуд, нечистота и любостяжание – это совсем не связанные пороки человека. Ну, скорее всего, блуд и нечистота – это жажда чего-то, ну, тела для своего удовольствия. То есть, любостяжание – это то же самое, только по отношению к материальному. Хорошо? Следующий – это четвертый стих – сквернословие. Ну, в русском языке сквернословие – это, ну, мы бы сказали, мат, да? Вот язык оригинала очень интересен. Речь, наполненная неприличными выражениями. Речь, наполненная неприличными выражениями. Скорее всего, очень важно все-таки сохранить связь с теми пороками, которыми говорил апостол Павел выше. Ну, дело в том, что слова не говорятся человеком просто так. Слова не говорятся человеком просто так, а отражают глубокие склонности человека и влечения. Вы знаете, очень часто заражение блудом и нечистотою, оно открывается в разговоре человека. То есть, это можно заметить в разговоре человека, что человек поражен, заражен вот этим вот грехом блуда и нечистоты. Когда уделяется повышенное внимание, ну, этим порокам. Повышенное внимание начинается с того, когда мы говорим об этом. Поэтому смотрите, стандарты чистоты апостол Павел переносит и в нашу речь. Не только в поступках стандарта чистоты, но и в нашей с вами речи. Итак, сквернословие. Следующее – пустословие. Свернословие, пустословие. Ну, пустословие на языке оригинала – человек, который говорит как глупый. Человек, который говорит как глупый. И вот так вот отмечают. Дело не в интеллекте человека. Дело не в том, чтобы говорить как умный. А скорее всего, это человек, который плохо выражается о высоких стандартах. Человек, который высмеивает высокие стандарты Священного Писания, высокие стандарты Бога. Это пустословие. Говорит, как глупый. Плохо говорит о высоких стандартах нравственности. Плохо высмеивает то, что облагораживает человека. Высмеивает то, что достойно похвалы. То есть это пустословие. Я думаю, мы это часто можем слышать, если сегодня телевидение, радио, песни. Очень часто высмеивается то, что облагораживает человека. И это пустословие. Опять еще написание говорит, что это святым неприлично. И следующее смехотворство. Так, сквернословие, пустословие и смехотворство. Ну, смехотворство это очень грубые и вульгарные шутки. Это юмор, который является самой низкой формой остроумия. То есть это сквернословие. Если последние три порока говорят о нечистых помыслах человека, которые выражаются в грязной речи. То есть это то, что может выражаться в речи человека. Давайте еще раз посмотрим. Конец 4 стиха. А напротив, благодарение. То есть есть то, что неприлично, а есть то, что должно быть на этом месте. Благодарение. То есть благодарение. Но, скорее всего, если говорить о благодарении, о благодарности Богу, оно само по себе не является замещением пошлости. Но разница она в следующем. То есть пороки, о которых говорит апостол Павел, это эгоцентричные пороки. Пороки человека. То есть все для себя. Блуд, нечистота, любостяжание, сквернословие, пустословие, смехотворство. Это все для себя. Благодарность, она всегда человека делает богоцентричным. То есть благодарный человек – это человек, который признает действие благодати Бога в нашей жизни. Он понимает, что любовь Бога – это дар, за который нужно благодарить. Повод не для насмешек. Вот любовь Бога – это не повод для насмешек, а для благодарности. Вот знаете, вот интересно, что на месте любостяжания может быть благодарность Богу за материальные блага. То есть если любостяжание – человек, который все хочет для себя, то благодарный Богу человек, он благодарит Бога за материальные блага. Когда вот дар материальных благ искажается, человек становится жадным. Благодарность – быть довольным то, что у вас есть. Быть довольным тем, что у вас есть. Хорошо? Хорошо. Я думаю, может быть, слышали очень знаменитое высказывание одного очень богатого человека, миллиардера, когда его спросили, скажите, пожалуйста, сколько денег достаточно? Он очень просто ответил – еще чуть-чуть, еще немного. Сколько денег будет достаточно для человека? Он говорит – еще немного. Сколько бы у вас не было денег – всегда недостаточно. Ну, с другой стороны, вот опять, мне кажется, очень важно избегать крайностей. Борьба за богатство – это неправильно, это зло. Борьба за богатство – это зло. Другая крайность. То есть нельзя говорить, что если жадность – плохо, то все плохо. То есть мы с вами, с другой стороны, не можем отрицать материальные блага. И не можем говорить, что материальные блага вообще – это плохо. То есть мы так тоже не можем с вами говорить. Мы не можем избегать имущества. То есть Писание об этом нам не говорит – избегать имущества. То есть христианский путь – это не путь крайности. Иногда Бог дает человеку богатство. И для человека очень важно мудро принять это. Ведь с тем, как увеличивается богатство человека, увеличивается и ответственность человека использовать это богатство правильно. То есть я думаю, это тоже очень важно понимать без крайностей. Ну, точно так же можно сказать о смехотворстве. То есть есть глупые разговоры, есть глупые шутки, это дешевые слова, но есть жизнерадостные люди, есть жизнерадостный юмор, то есть это тоже мы не можем с вами отрицать. Мы не можем отвергать того, когда человек просто жизнерадостный, человек сам по себе. То есть этого тоже не нужно отвергать. Я думаю, все-таки крайности необходимо избегать. Следующий стих, давайте пятый стих посмотрим, пожалуйста. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть и длослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Но опять очень интересный подход. Как можно побудить человека к святой жизни? Иногда нас нужно вот так предупреждать. То есть иногда нужно предупредить, что грядет Божий суд. Это побуждение к святой жизни. Тоже очень интересный подход. Предупреждать человека о том, что грядет Божий суд. То есть Павел напоминает, одни поступки достойны, другие поступки неприличны. И именно побуждение, неизбежность суда. То есть когда мы говорим о пороках, пороках, которые мы с вами перечислили, очень важно, чтобы они беспокоили нас. Чтобы вот то, результат или исход жизни человек, который живет в этих пороках, братья и сестры, он страшный. То есть это должно нас с вами беспокоить. Даже Павел говорит, знайте, чтобы не было никаких сомнений, не было никаких догадок, домыслений. То есть мы с вами должны быть уверены в том, что у такого человека нет наследия в Царстве Христа и Бога. То есть мы с вами должны быть очень и очень внимательны. С другой стороны, братья и сестры, опять можно как-то уйти в крайность. Не следует утверждать, что малейшая безнравственная мысль, малейшее безнравственное слово, а поступок, они лишают нас неба. Если в этом тоже думать неправильно, неправильно думать о том, что малейшая безнравственная мысль, слово или поступок лишают нас неба, ну тогда кто-то попал бы. Не было таких людей, которые бы попали бы. То есть в контексте вот этого послания, этого отрывка, безнравственным или нечистым считается тот, кто отдается греховному образу жизни. То есть безнравственным или нечистым считается тот, кто отдается греховному образу жизни без стыда и без раскаяния. То есть, вот это вот опасно и это страшно. Человек, который жаждет распутства, когда вожделение, оно уже неудержимо. Хорошо? Ну, почему Павел предупреждает о суде? В 6 стихе немножко продолжает. Никто, да не обольщает вас пустыми словами. То есть, именно вот в этом вопросе, Павел говорит, вас будут обманывать. Люди, которые будут пытаться убедить в обратном, что суда Бога нет. Люди, которые будут пытаться убедить в обратном, что тяжелые телесные грехи можно совершать без ущерба для души. То есть, это тоже было во все времена. Во все времена люди об этом говорят, что грехи тела можно совершать без ущерба для души человека. Или будут говорить, как сегодня часто говорят, Бог слишком благ, чтобы осудить человека в ад. То есть, в этом кроется обольщение. Истинно, 6 стих, братья и сестры, что гнев Божий грядет на сынов противления. Хорошо? Итак, царство Бога – это царство праведности. И гнев Бога грядет на, приближается на тех, кто противится Ему. 7 стих, не будьте сообщниками их. Но опять, это очень важно понимать правильно, без крайностей. С одной стороны, может показаться, что нужно выйти из этого мира, хотя Писание об этом нам не говорит. Не говорит в Священном Писании выходить из этого мира. Для нас предупреждение – не участвуйте. Не участвуйте в делах порока. Если в порочных людей, не участвуйте в делах порочных людей, этим вы рискуете разделить участь порочных людей. Если вы участвуете в делах порочных людей, вы разделите участь этих порочных людей. А если человек ведет безнравственную жизнь, это, скорее всего, доказательство того, что мы идолопоклонники, а не верующие люди. Если человек ведет безнравственную жизнь, это доказательство того, что мы идолопоклонники. Сыны противления, а не сыны света. Вот смотрите, опять интересно, Павел говорит, вот и думайте, думайте о себе, что вы сыны света, но помните, смотрите на людей, знайте участь этих людей. То есть, учитесь думать, помнить об участи сынов противления. Для нас это важно. То есть, знайте, куда идет этот мир, куда идут люди, которые противятся Богу. Их ожидает Божий суд. Хорошо? Следующий отрывок с восьмого стиха. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Ну, это не единственный текст, где говорится о том, что верующий в Иисуса Христа свет для мира, не так ли? Я думаю, очень известный для нас отрывок, который многие знают наизусть. Это отрывок из Нагорной проповеди, где Господь говорит, «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажигши свечу не ставят ее под сосудом, но под свечники, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Вот здесь, когда Павел говорит о свете и о тьме, он еще отвечает для нас с вами на интересный вопрос, почему мы можем быть светом. То есть не только то, что мы с вами должны быть светом, он даже отвечает, почему мы с вами можем быть светом. Мы с вами можем быть светом, знаете почему? Потому что мы с вами просвещены. То есть, в первую очередь просвещены, и потом просвещаем. Просвещены, и потом только просвещающие. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Обратите внимание, мне кажется, очень интересно рассуждение апостола Павла, что до обращения человек не просто был во тьме, а теперь во свете. Павел говорит о более глубоком. Он говорит, что вы были тьма. Не просто вы были во тьме, а Павел говорит, вы были тьма, а теперь вы свет. Вот то, о чем мы с вами говорили, это основание, с которым мы с вами идем в этот мир. В нас что-то вложено. То есть, поменялось не только что вокруг нас, но изменения произошли в нас. Мы теперь не только во свете, мы теперь с вами свет. То есть, в этом смысле Павел говорит, в первую очередь просвещены, и затем только те, которые светят для других. Опять, если сравнивать христианство с другими мировоззрениями, религиями, философией, вот если говорить только о поиске света или о жизни во свете, христианство тогда ничем не отличается от любой другой религии или философии. Если говорить, что только поиск света или жизнь во свете, в христианстве не больше надежды, чем в любой другой из них. Поэтому Священное Писание нам говорит, в обращении к Богу говорит о переходе от тьмы к свету. То есть, вы были тьма, а теперь свет. То есть, изменения проходят в самом человеке. Ну, братья и сестры, вот присутствие христиан в этом мире – это уже большая-большая надежда. Присутствие христиан в этом мире – это уже несет надежду. А для нас с вами это одно из значений того, что значит принадлежать Господу. Это значит принадлежать к новому миру. Это значит принадлежать к миру, где человек становится новым творением. Потому что в этом новом мире действует сила распятого, воскресшего, царствующего и возвращающегося Господа. Опять Священное Писание в первую очередь говорит, почему мы с вами свет, потому что Христос – это свет. Настоящая надежда этого мира не христиане, а Христос. Христос – настоящая надежда в этом мире, это Он – свет, благодаря которому мы с вами становимся светом. Ну и вот опять интересный, вот такое, как Писание учит нас с вами знать что-то о Боге. То есть так трудно человеку представить Бога. Ну вот Библия говорит, можете представить себе Бога, когда думаете о свете. Свет – это качество Бога, о которых говорит нам Священное Писание, говорит нам Библия. Вот такая вот богатая иллюстрация света в Священном Писании. Не только потому, что она открывает основные качества Бога, но опять вот можно проследить апостола Павла, вот рассуждение, если даже читать это послание, как Павел ведет христианина к духовному росту. Вот смотрите опять, ну, часто повторяю это слово, интересно, это действительно интересно, мне кажется, очень-очень важно. Несколько раз в этом послании он отмечал прошлую жизнь, с которой необходимо расстаться. Вот как он об этом говорит. Он говорит, отложите прежний образ жизни ветхого человека. Или он говорит, кто крал, больше не кради. Или никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Злоречия, злоба, да будут удалены от вас. А теперь мы с вами замечаем, вот читая этот отрывок, что жизнь христианина состоит не только из запретов. Жизнь христианина состоит не только из запретов, но призыв к особенной деятельности. Павел говорит, поступайте, как дети света. Ну, очень часто, вы знаете, мы с вами, как описываем христианина, кто такой христианин, не курит, не пьет, не матерится, и не ходит в плохие заведения. Братья и сестры, этого недостаточно сказать о христианине. То есть мы не можем говорить о христианине только в негативном, то есть он не делает что-то. Христианин – это тот, кто что-то делает. И вот в этом здесь апостол Павел ведет нас с вами к духовному росту. Жизнь не только состоит из запретов, братья и сестры, жизнь христианина – это призыв, поступайте, как дети света. То есть есть какие-то определенные дела, которые открывают для нас с вами вот жизнь во свете, поступайте во свете. Посмотрите, что делает Дух в нашей жизни, 9 стих. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 5 глава, 9 стих. Если читаете по-английски, немножко разница, да, посмотрите, плод света. Плод Духа, плод света. Ну, скорее всего, язык оригинала, он недостаточно ясен. То есть можно перевести и так, и так. В принципе, ну, разницы нет, братья и сестры. То есть Священное Писание говорит о том, что Бог делает в нашей жизни, как просвещается наша с вами жизнь. Вот три качества. Первое – это благость, праведность и истина. Это то, что Дух Святой делает нас. Это плод, это результат того, когда Дух Святой живет в нас. Или это результат того, когда мы с вами стали светом. То есть что свет происходит в нас, что происходит в нас с вами. Благость, скорее всего, благость – это, знаете, ну, в общем. Мне кажется, вот каждое из этих понятий – благость, праведность, истина, о них нужно говорить в общем. То что можно в общем сказать о благости? Ну, благость – это качество, которое открывает положительные нравственные качества человека. То есть положительные, все положительные нравственные качества человека, они вот соединены в слове «благость». Ну, можно как-то детально сказать «быть хорошим для других». Благость – это быть хорошим для других, Принести пользу для другого или всегда делать добро. Всегда делать добро. То есть, вид деятельности с участием другого. Ну, праведность и истина. Праведность – это стремление соблюдать все заповеди Бога. Праведность – это стремление соблюдать все заповеди Бога. А истина – это жизнь, в которой нет заблуждений. То есть, если язычники, Павел говорит, у них разум помрачен, нет света в них. Христиане – это те, в жизни которых нет заблуждений. Я думаю, опять очень интересно слово «плод». Потому что плод духа или плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Ну, поскольку плод, можно сравнить это с жизнью растений. Сравнение в следующем смысле. Ну, вот, допустим, жизнь, рост многих растений зависит не только от воды и почвы, не так ли, но и от света. То есть, без света растения, они не могут развиваться, расти и жизнь. Вот качество, которое мы с вами отметили – это результат общения человека со светом. То есть, ну, общайтесь со светом, и это будет вас. Вот, я думаю, смысл именно вот в этом. Христос именно так освещает нашу с вами жизнь. Вот так Христос освещает нашу с вами жизнь – благость, праведность и истина. То есть, тьма изгоняется, она изгнана, и она продолжает изгоняться. Хорошо, ну, опять, братья и сестры, качество, которое говорит Павел – праведность, благость и истина – это не то, что вырабатывается нами, не то, что вырабатывается благодаря нашим с вами усилиям, а, скорее всего, это отражение работы Бога в нас. То есть, когда свет светит, есть рост. То есть, если Бог светит в сердце, светит в душе нашей с вами, то есть, это будет в нас с вами. Это естественно. Плод – это естественно. То, что не заставляется, вы знаете, как-то насильно не кормится человек, это естественно. Поэтому правило использует значение слова «плод». Десятый стих «Испытывайте, что благоугодно Богу». Вот опять, ну, чем особенны люди, в чьих душах живет свет, свет в Евангелии, свет в благодати, свет Бога. Вы знаете, они очень переживают о том, что угодно Богу. Это отличительная черта, особенность, да, вот то, что Бог производит нас с вами. Вот как только Бог поселился в сердце, ну, будет порядок, и человек всегда начинает думать о том, что угодно Богу. Как интересно, пишет Павел, испытывайте, что благоугодно Богу. Конечно, очень важно правильно понять слово «испытывайте». Имеется в виду проверка в лаборатории. То есть не на опыте своем, а в лаборатории проверяйте. Потому что на опыте это очень опасно. Проверка в лаборатории. Ну, допустим, чтобы через исследование подтвердить правильность. Допустим, так изучают металлы. Изучают металлы в лаборатории для того, чтобы обнаружить примеси или подтвердить подлинность. Настоящее золото или нет. Сколько там в ней примеси в золоте. И так далее. То есть именно в этом, говорит апостол Павел, испытывайте. Таким образом, Павел имеет в виду проницательность и умение распознавать. То есть мы с вами учимся распознавать что угодно Богу. Ну, между прочим, если, допустим, вы думаете о том вопрос, на который христиане часто пытаются ответить. Как узнать волю Бога. Очень простой, очень простой, очень простой принцип. Как узнать волю Бога. Павел говорит, узнайте о том, что Богу нравится. Испытывайте, что благоугодно Богу. Когда вы узнаете, что Богу нравится, это воля Бога. Узнавайте, что нравится Богу. Я тоже думаю, это обогащает нашу с вами жизнь очень-очень многим. На многие вопросы мы можем с вами отвечать. Даже если об этом не говорится в Библии. То есть есть принципы, из которых мы можем говорить, это Богу нравится, это Богу не нравится. Хорошо, как мы с вами можем изучать? Между прочим, очень-очень много того, что Бог хочет от человека, Он показал нам с вами в жизни Иисуса Христа. То есть если мы с вами будем изучать жизнь Христа, мы будем точно знать, что Богу нравится. То есть изучая жизнь Иисуса Христа. И, конечно, очень много Бог о своей воле говорит в Священном Писании. То есть это самое главное, куда нужно обращаться, чтобы узнавать волю Бога. Это Священное Писание. Поэтому то, что мы с вами теперь, свет в Господе, не освобождает нас с вами от ответственности правильно мыслить и правильно делать выбор. Вы, свет в Господе, это не освобождает нас с вами от ответственности учиться, продолжать учиться правильно мыслить и правильно делать выбор. Ну и последнее, что мы с вами обратим внимание, 11, 12, 13 стих. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Очень интересный контраст. Мы с вами сказали плод духа или плод света. Посмотрите, что Павел говорит о тьме, дела, тьмы. Разница большая. Мы с вами отметили, что плод – это естественный результат, без принуждения, а дела – это совсем другое. Тьма заставляет человека, тьма принуждает человека, поэтому в конце концов тьма истощает человека, грех истощает человека. Как мы с вами читаем в священном описании, грех убивает человека. То есть, о тьме не написано плод тьмы, потому что это неестественно. Она заставляет человека, убивает человека, рушит человека. Это то, что делает грех. С другой стороны, мы с вами читаем, свет – это плод, дух – это плод. То есть, это естественно, естественный рост, знаете, не заставляет Господь. То есть, естественное развитие жизни Бога внутри человека. Ну, что значит обличать? В первую очередь, мы с вами склонны всегда думать, что это связано с речью. И я думаю, у нас это очень хорошо получается, не так ли? Обличать тайные дела человека очень-очень мы с вами можем хорошо. Можем ли мы с вами, ну, как-то доказать, что не всегда так? Даже читая этот отрывок, братья и сестры, конечно, скорее всего, смысл не в том, что обличение – это речь христианина. Когда мы будем говорить одному, другому, третьему человеку, ты неправильно живешь, это неправильно, это нехорошо, это неплохо. Знаете почему? Потому что весь контекст, он о свете. А свет, действие света, оно по себе молчаливо, не так ли? Действие света по себе молчаливо. Больше того, Павел отмечает, что есть такие дела, о которых христианам стыдно говорить. То есть, обличение не всегда связано с нашим с вами языком, с нашей с вами речью, красиво сказать, что-то отметить, уколоть человека. Знаете почему? Потому что действие света, оно молчаливо. Скорее всего, апостол Павел говорит, что христианин своей жизнью, вот жизнью, которая существенно отличается от окружающих, он разоблачает грехи. Христиане своей жизнью, которая отличается от жизни окружающих людей, они уже разоблачают грехи человека. Поэтому это очень важно. И самое последнее, что хочу сказать, посмотрите, по отношению дел тьмы, можно заметить действие благодати. Для чего обнаруживаются дела тьмы? 13 стих. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. То есть, для чего нужно обличение? Для чего нужно обнаруживать, открывать тайные дела людей, греховные дела людей? А для того, чтобы они стали светом. То есть, в этом смысл нашей жизни. Не просто обличить, уколоть, сказать, а в том, чтобы тьма стала светом. То есть, мы видим с вами, замечаем действие благодати. Конечно, Священное Писание, говоря о свете, который приходит в жизнь, в темную жизнь людей, оно говорит такой двоякой реакции. Помните, Господь говорил, что есть люди, которые ненавидят свет, они не идут к свету. Но, с другой стороны, апостол Павел говорит, что когда вот к вам на богослужение войдут неверующие и незнающие, если в вашем богослужении порядок, установленный Богом, помните, о чем говорит апостол Павел, тайны сердца этого человека, неверующего, незнающего, обнаруживаются. Он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Это то, как действует свет. То есть, для нас это, ну, очень интересно и очень-очень важно. И так, все делающееся явным, свет есть. То есть, вот такую вот оценку дает апостол Павел в нашей с вами жизни. Дети света, которые учатся теперь поступать по свету. Аминь. Так, все делающееся. Да, да. Так, все делаю. Продолжение следует...